Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов провели первую домашнюю игру в этом году в премьер-лиге. Столичный локомотив не смог забить самарской команде ни одного мяча. Ну, во-первых, оберегали свои ворота, потому что в таких играх один гол может все решить. Вип-ложа в этот вечер не пустовала. Матч смотрели губернатор Николай Меркушкин и посол чемпионата мира 2018 от Самарской области летчик-космонавт Олег Кононенко. Накануне Дня космонавтики футбольный праздник себе устроили и около 500 рабочих завода «Прогресс» с гендиректором Александром Кириллиным. Как отметил тренер Самарского клуба, игра получилась не результативной, но интересной. Я разочарован только результатом. Если играешь на победу, жалко, что мы не взяли два очка. Это было возможно до последних секунд. Это было видно по игре, по духу, по качеству. Все должны быть довольны командой. Я говорю футболистам спасибо. Когда-то профсоюзная команда авиапрома, крылья советов сегодня, в канун Дня космонавтики, рвалась к победе. Но два голевых момента не были реализованы. Сначала свой шанс забить упустил Сергей Корнеленко за пару минут до финального свистка и Георгий Габулов. Для нашей команды нет таких грандов, как «Динамо» видели прекрасно. ЦСКА и «Зенит». Мы можем играть с любым соперником, мы можем обыгрывать. Никакой слабинки себе давать нельзя. И в первую очередь, опять же, отталкиваться от своей игры. Нужно ехать и играть на победу. Весь маленькое разочарование, потому что играли дома. Хотели победить. Давно не играли дома. Пришло много болельщиков. Спасибо им большое, что поддерживали. Где-то могли выиграть. Но сыграли ничью. Я думаю, что это хороший результат сейчас для нас. После сухой ничьей 0-0 Крылья Советов прописались на 12-м месте. Лидер премьер-лиги ЦСКА. Он сменил Ростов, который стал вторым. А «Локомотив» опустился на 4-е место. Следующий соперник Крыльев, сосед по турнирной таблице. 11-е место – Московская «Динамо». Советы играют в гостях. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.